Пятничные молитвы Пятничные молитвы Во время пророка, во время сподвижников не было, чтобы в одном населенном пункте, в двух или трех местах совершались пятничные молитвы. И поэтому во всех мазахах, я твердо могу сказать, что во всех мазахах вот эта тааду, численность в одном населенном пункте совершать пятничные молитвы, оно является харамом, оно является запретным. Поэтому для того, чтобы избегать вот этот харам, то есть в данное время, вот алими, например, взялись, за что? За то, чтобы уменьшить численность вот этих совершаемых пятничных молитв. Многие говорят, мечети закрывают. Мечети никто не закрывает. Мечети открыты. Просто-напросто людей собирают одно место. Если одно место нету возможности, два места, три места, четыре места, пять, шесть, десять мест по мере необходимости. Фактически шариат не требует, чтобы пятничную молитву делали в мечетях. Это шартом условием не является. Если у нас возможности у всех горожан собраться в одно место, пускай будет это стадион, пускай будет там другой какой-то объект. Если мы, даже если открытое место, если будет, зариба, говорится, имеется в виду, открытая площадка, которая находится внутри населенного пункта, там мы обязаны собираться. Это шариат нас требует, чтобы вот это все население одного населенного пункта, чтобы собирались одно место. Об этом идет речь. Хотя бы, чтобы уменьшить количество. Вот в данное время хасаверты совершалось в тридцати двух местах. Вот сейчас в двух местах уже остановили и планируется дальше в нескольких местах там довести вот эту численность где-то 10-11 мечет. Ну, противостояние джамату идет. Противостояние имаму идет. Мы видим, что это харам, но противостояние идет. Почему идет? Ни один человек не хочет сдалека прийти на пятничную молитву. Мы знаем те советские времена, здесь взрослое поколение есть, мы знаем, что они свидетелями являются, я тоже являюсь этому свидетелем. Из Ингушетии в Хасаверт каждый пятничный день, каждый пятничный день один человек приезжал. Из Ингушетии. Смотрите, где находится Ингушетия. Из Грозного сколько приезжал? Из разных мест сколько приезжал? Почему они приезжали? Потому что вот здесь есть что-то, имам. Вот здесь внутри у них был имам, у них была богобоязненность, у них было стремление. А мы не хотим с одного края города на другой край, когда маршрутки есть, все возможности есть. Каждому хочется на машине приезжать. На машине не обязательно наружном приезжать. Мы дороги закроем. Ну неужели один день в неделю нельзя на маршрутку сесть? Это западло что ли, если на таком языке говорить. На маршрутку садиться. Это же не западло. Такие люди, как мы, каждый день же ездят на маршрутках. Вот это наша просьба. Или ее требованием называть. То есть забираться хотя бы там в десяти местах, заполнять большие мечети. У нас есть возможность. У нас есть возможность. Ну каждому хочется в своей мечети это делать. Если в своей мечети пятничную молитву не делать, они эту мечетю не считают. Это же неправильный подход. Поэтому, пожалуйста, я вот перед всем жамаатом говорю. Если где прекратили пятничные молитвы, их не имам. Пускай в следующую пятницу вот сюда выходит. Как я делаю ваза. Полностью ваза сделает. И вот жамаат здесь находится. Пожалуйста, ради Аллаха. Мне же это очень легко. Наверное, каждому кажется, что сюда выйти вперед. И вот это все говорит. Это легко бывает? В Аллахе не бывает. Легко. Просто вот это наступление пятничного дня для меня, например, это самое трудное такое бывает. Вот сюда выйти. Я что, лучше вас, что ли, чтобы сюда выйти и это все рассказывать. Или более знающие. Просто стыдно бывает перед Аллахом и перед вами. Вот сюда выйти. Вот это все говорит. Пожалуйста, приходите. Месяц один раз только выйду. Пускай другие выходят. Ну, надо одно место собираться. Уйти надо общему жамаату от харама. Вот это мы просим. Чтобы люди с пониманием относились к этому всему. Но не хотят. Они говорят, нам легко. Легко в раю бывает. Этот мир, он создан для испытаний. Для чего он создан? Для того, чтобы нас испытать. Мы будем слушаться Всевышнего Аллаха, Его Пророка. Или же мы не будем. Если мы будем слушаться, там нормально будет, там хорошо будет. Если мы не будем слушаться, там очень плохо будет. Поэтому, в первую очередь, обращение к жамаату. С пониманием относитесь к этому вопросу. Если жамааты будут это делать, имеется в виду, и подтверждать, и помогать, и навстречу идти, у нас получится. Потом, что дальше будет? Дальше будет, когда мы урегулируем этот вопрос, мы здесь обеденную молитву не должны будем делать. Двороката Рузмана, и все, мы можем расходиться. Это требование шариата. Пусть Аллах даст нам дал вид.